Здравствуйте, дорогой Игорь Николаевич! Приветствую вас, дорогой Рыхазарик! С Новым годом, с новым счастьем! Будем надеяться, что оно будет продолжением бывшего счастья. Я знаю, что у вас идут какие-то интересные беседы, я их все просматриваю с удовольствием. Спасибо вам за то, что вы даете науке и вообще человечеству необычайно правильный подход. Потому как я так чувствую, что вы человек очень критичный и готовы всегда поспорить по-научному и доказать свои убеждения. Это очень важно. А вот сейчас я хотел спросить вас, и мой вопрос займет одну минуту. Этот вопрос касается того, что я тоже люблю теорему Гёделя о том, что внутри замкнутой системы невозможно решить вопрос, надо выйти вовне. Для меня, как и для художника, это тоже важно, я аналогию проведу. Чтобы нарисовать картину, надо время от времени отходить на расстояние, чтобы смотреть со стороны. То есть, по существу, это та же самая теорема Гёделя, только по аналогии, с аналогией. Это первое. Второе, я хочу сказать, что мне очень интересно то, что вы говорили на одном из своих вот таких вот встреч о том, что может происходить самоорганизация творческих людей, и в начальниках коллектив может не нуждаться. Вот это мне очень интересно. Как это может быть, я сейчас закончу вопрос. Вот сейчас идет процесс у нас в стране и во всем мире. Как же организовать лучшее будущее? Какой вектор должен быть? Вы там, насколько я понял, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. Вы говорите о том, что человек в начальнике не нуждается, коллектив в начальнике не нуждается, потому что происходит как бы самоорганизация общества. Если правильно поставить приоритеты и во главу угла поставить не капитализм, а поставить, например, ну вы сейчас скажете. Я сейчас приведу один живой пример, который со мной случился в жизни. Это было много-много лет назад, когда была перестройка Горбачевская. И тогда Александр Радов, известный публицист, написал в «Комсомольской правде» статью «Подвижники и ревизоры». Ну, время было такое, тоже точка бифуркации, неопределенности, много надежд. И вот Горбачев заметил эту статью, ему показали, потому что там был описан первый хозрасчетный центр «Терпсихора», который создан в Новосибирске. А Ференко Гена там этим занимался. Потом, значит, у нас в СССР было несколько людей, которых уже знали, что они что-то за своими плечами сделанное имеют. Например, Женя Королёв, который придумал первый МЖК в СССР, молодёжно-жилищный комплекс. Потом Павел Зайдфудим, который работал на БАМе, который предлагал свою инициативу. Володя Тарасов, который придумал первую школу менеджеров из Сталина. Он назвал её «красных менеджеров», потому что просто так сказать менеджеров было ещё рано. Потому что у нас это слово вызывало негативную окраску. Он написал «школа красных менеджеров». И вот Саша Радов, потому что Горбачёв там на полях этой газеты написал «Обратите внимание на подвижников и ревизоров». Саша Радов собрал нас в Звенигороде. Володю Тарасову, Женю Королёва, Павлова Зайдфудима, Писи Егина Валерьевна. Ну, в общем, 5-6 человек было, которые уже знали молодёжь, про нас уже писали. И он нас собрал и сказал, вот к нам должен приехать первый секретарь ЦК комсомола Мироненко. И мы должны придумать программу для молодёжи. Вот вы сидите, вот нам дали машину там, нам дали помощников, кто пишет, секретарш. И мы сидели там в Звенигороде в гостинице две недели. Я хочу сказать об этой самоорганизации. Мы настолько были вдохновлены, что нас заслушают, что мы можем сделать что-то для наших ровесников молодых. У нас такая была творческая энергия, что нам действительно там начальник был не нужен. Я мог в 3 часа ночи даже постучать в дверь Жене Королёву и сказать, «Женя, у меня идея». Он открывал двери и услышал меня внимательно. Мы спорили. И так же и все друг с другом. А потом вдруг определилось, что этот Мироненко проедет мимо нас и не выслушает наш доклад, который мы инициативно делали для молодёжи. По нашему докладу могла теперь жить молодёжь. И мы были такие вдохновлены. И когда мы узнали, что он проедет мимо, у нас пропал импульс мотивации. Вот теперь я стучу Женьке Королёву ночью в 3 часа. Он говорит, «Ты что, дурак, что ли? Ты что, не видишь, что я сплю?» И так же и все. В общем, как только пропало, ну вот этот социальный заказ исчез, и мы как инструменты, которые были приложены раньше к месту, которые могли выдать огонь, это пламя из искры, тут вдруг превратились в обычные инструменты, которые начали искрыть между собой. Хотя мы дружбу сохранили. И с Тарасовым я до сих пор дружу. Женя Королёв, к сожалению, нет. Бесегина. Тоже я давно связь потерял. Вот Зейфудин недавно умер, а он был потом академиком, и в МАТИ преподавал, и создал новую какую-то теорию и так далее. Вот я хочу спросить, когда вы говорили, как я понял, что коллектив может не иметь начальника, а быть самоорганизующимся, и приводили какие-то такие доводы. Вот я вот вспоминаю этот живой случай, который лично со мной был. Хотел спросить у вас. Как вы думаете, Игорь Николаевич, вот на самом деле, вот сейчас у нас в стране и в мире неопределенность. Мы все переходим в цифровизацию, в новую реальность. Из реальности в виртуальную реальность. И в этой неопределенности, как всегда, вылезает всякая и шара, и ученые вылезают со своими идеями, и физики, и лирики. Вот я лирик, например, а вы физик. Я физики ничего не понимаю. Но я думаю, вы правы, когда говорите о математике, что там какие-то закономерности об этой теореме. И вы говорите, есть высшие законы, которые для всех равны, для всех направлений, и науки, и искусства, и так далее. Я с этим тоже согласен. Ну как вы думаете, без дирижера коллектив может быть, без начальника, или нет? Этот мой вопрос, я вопрос задал, внимательно слушаю. Ну, я отвечаю. Я, в отличие от очень многих, и от вас в частности, я был всегда очень ленивым. А лень – это самое лучшее, я считаю, качество человека, поскольку она им дает заниматься глупостями. То есть, пока я чего-то не понимал до фундаментального уровня, я этим вопросом не занимался. Поэтому общественная жизнь, которая протекала и в те времена, меня абсолютно не интересовала. я работал в области технических приложений физики, я об этом неоднократно рассказывал. С начальством я всегда ругался, потому что наверх, кроме дерьма, ничего не всплывает, это я уже тогда понимал. А когда наступила эта идиотская перестройка, и передо мной просто стал вопрос воровать или не воровать, то я, естественно, к этому отнесся уже очень серьезно, поскольку это касалось мне лично. И в результате я, значит, проработал этот вопрос на фундаментальном уровне и подошел к некоторым фундаментальным результатам. Основным результатом просто заключал, основной результат заключал в том, что цель развития человечества заключается не в том, чтобы жрать и отправлять свои нужды, а как, чтобы развивать разум. Просто потому, что можно доказать прямую теорему, ну, я не буду говорить детали, на самом деле не прямую, а утверждение, откуда это следует. Теорема Гёделя была правильно упомянута, но я сейчас не буду о деталях говорить. А просто я пришел к выводу о том, что смыслом существования человечества является развитие разума. И результат этого развития, когда он обретает некие коллективные формы, которые в конце концов и создали этот мир. То есть мир по-другому быть создан не может. Это обстоятельство я понял. Понял, что существует носитель разума, развитие которого приводит к высшему разуму. И в основании всего, откуда это возникает, это иррациональная суть. Оттуда возникает все. Вот к таким простым выводам я пришел. Я лежал в больнице, мне нечего было делать, я вот это все обдумывал. И вдруг мне приносит Евангелие, которое я, естественно, никогда не читал. Я отнесил, тогда по больницам носили. Я его открываю и вдруг вижу фундаментальное утверждение, которое я очень долго доказывал. Это всеобъемлющая фундаментальная актиома. Я ее озвучил так, что для себя, что мир имеет родственную природу, носитель разума человека, коллективный разум и источник всего иррациональный. Вдруг я читал, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Я просто присел. Тогда я стал внимательно все это листать и понял, что в основе, в Евангелии по существу является просто документом, которым изложена фундаментальная актиома и потом целая куча теорем, там она, естественно, без доказательства, дабы этого люди не поняли. Значит, просто утверждение в виде теорем, которое, вообще говоря, можно строго доказать все. Вот к такому выводу я пришел. Потом я, значит, естественно, стал этот вопрос смотреть более фундаментально. Я посмотрел более ранние документы, чем я стал смотреть, как разум развивался. Раз основная функция – это развитие разума, то я дальше посмотрел, как разум развивался. И я обнаружил, что на заре существования человечества ему предложено было две формы. Избрать либо царя земного, либо царя небесного. Значит, избрали евреи царя, как известно, земного, христиане и сторонники ислама избрали царя небесного. Поскольку функции на первом этапе развития мира, когда познавался рациональный мир, важно было, кто вот эти вот вопросы решает, то, значит, евреи написали, что нужно хранить только своих, а остальных можно всех насиловать, изымать из них пользу, все что угодно. А это означало, как можно давить людей? С помощью хозяев и с помощью начальников. В чем их основная функция заключается? Как можно больше под себя подгрести. Ну и простой пример. Был Советский Союз, но каждый начальник Советской Республики сидел. Я очень много ездил и видел, что все стремились в свой кусок под себя, и чтобы его доить, и чтобы ему никто не указывал, как он доит. Вот основная функция начальника. Что он понимает, хоть один начальник? Абсолютно ничего не понимает. На первом этапе развития, когда был рентабельно, был рентабелен сам земной, я все время говорю, за счет чего происходило развитие? За счет того, что хозяин и начальник хотел с лошади пересечь в автомобиль, самолет и так далее. Но сам он этого не делал. Он хотел и иногда давал туда деньги, кроме своего жирного пуза. Еще Льютона иногда содержал, Парадея, Максмова, Попова, ну и массу других ученых, не буду говорить. Их было очень много. Никто из них не был миллиардером. Мы можем продолжить, Игорь Николаевич. Просто запись оборвалась, а сейчас она опять включилась. Значит, основным законом вот на первом этапе развития разума, когда рентабельно были начальники и хозяева, и нужно было средооткачивать богатство в одних руках, а выборки из интеллекта еще для познания материала, они должны были быть очень большими, то начальники и хозяева были рентабельны. Но по своей сути, вот что люди должны понимать, независимо от национальности, они все являются иудеями. Начальники? Начальники? Все начальники и все хозяева, потому что они служат Богу земному, деньгам. А это суть иудаизма. С национальностью это связывать не надо. Обычно пытаются запарить людям мозги иудеями назвать евреев. Далеко не все евреи были иудеями. Например, Карл Марк, например, Эйнштейн, например, у нас Ландау. А я всегда говорю, Христос сам был еврей, во-первых, по матери во всяком случае. А самое главное, что когда он из храма выгонял продающих и покупающих, он паспорта ни у кого не спрашивал, а он именно выгонял за дела. Поэтому иудеями всегда и сегодня являются все начальники. А если к тому же они еще входят в христианскую церковь, то это просто преступники. И им это будет зачтено. Но сейчас это время развития иудейства заканчивается. И высший разум предоставил нам специальные возможности сделать этот переход максимально безболезненным. Потому что для этого создан дефицит энергии. А новые формы энергии таковы, что они автоматически ликвидируют всех начальников и хозяев. Они никому не нужны. Потому что вот посмотрите на современную академию наук. Или даже в науке. Это жусь голубая. Самый великий академик у нас великов. А если спросить, что он сделал, занимался ТС-своями в МГД генераторов. 40 тысяч градусов внутри при высоком давлении и твердые стенки. Кто таким может заниматься делом? Идиот! Он за это сразу докторскую степень получил. А после этого он перепрыгнул, он делал так называемую ангару. Я не буду говорить подробно о ней, но это из разряда термояда. И даже не современного, что является тоже не меньше глупостью, а вообще бред сивой кобылы. И сам термояд, на который он перепрыгнул после смерти Арцемолича, тоже бред сивой кобылы. Но они защищены академическими степенями. Они начальники, они элита. Поэтому они великие. А реальная цена их в мире разума равна нулю. Поэтому они не хотят напрямую встречаться там, где нет начальников, а где был бы просто прямой разговор на уровень знаний тех, которые там присутствуют. И я уже 30 лет занимаюсь пробиванием абсолютно без интернативной энергетики. Абсолютно. Но все шарахаются от меня жутко и постоянно. И поэтому высшему разуму специально были предусмотрены ходы, как это от этого избавиться. Значит, две основные расы, которые борются за царя небесного, это ислам, и истинное христианство. Это не западный католицитизм, а элементы вот этого истинного христианства всегда были в России. То есть, за исключением верхов, чувство истинной справедливости в России всегда было. Поэтому энергетические ресурсы человечества основные были даны именно в эти два региона. На Ближний Восток и в Россию. Значит, причем в России подальше от Запада, в холодных регионах. И сейчас мы перестоим перед такой дилеммой. Значит, для дальнейшего развития человечества по максимально безболезненным каналам требуется объединение ислама и истинного христианства, зачастки которого есть в России. для этого они должны объединиться. Доступ к ресурсам Земли с Запада закрыт, а к исламскому миру он может быть закрыт только в том случае, если начнется развиваться моя энергетика, поскольку при ее развитии военные имеются военные приложения, которые обнуляют авианосный плод Соединенных Штатов. И если в Персидский залив авианосник никогда не зайдет, то все четыре сады военных баз, которые там находятся американцы, накроются мерным тазом, и они мгновенно превратятся в ноль. И вот за это сегодня идет борьба. Либо сохранение этих сволочей, которые наверху сидят, либо выживание всего человечества. Но все, которые сидят наверху, должны понимать, что чем глубже они запустят ситуацию в тяжелое положение, тем все не их начнут рвать на пусти, когда их силы закончатся. А это время уже приближается. Я думаю, что поскольку у меня еще в карманах достаточно много патентов весьма важных и интересных, меня приказано не убивать. А вот трех моих товарищей уже убили. Я вот для того, чтобы быстрее продвинуть свою идеологию, предложил получил патенты на автономные энергоисточники, которые могут служить много десятков лет. без всяких проблем. Это могут быть частные дома, это могут быть автомобили, ну и всякое полярное станции, что угодно. Даже богатые сегодня в этом заинтересованы, я жду финансирования на эту тему, и многие люди сейчас пытаются это дело пробить. То есть вы поставили у себя такую установку, и она отвязалась от всех энергоисточников и может жить с этим энергоисточником минимум 70 лет. Причем технология абсолютно чистая. Я взял патент на это изобретение после того, когда я раньше его не брал, потому что могли бы замотать, но сейчас Росатом по глупости, потому что кроме тупых, которые абсолютно не имели к атомной энергетике ни малейшего отношения, их там посадили. Кто такой Кириенко, он все к атомной энергетике отношения не имел, а его посадили, чтобы он поставлял Уран в Соединенные Штаты, другой у него функции не было. И поэтому сейчас Росатом объявил о том, что в МИФИ созданы атомные батареи на Никеле 63, и более того, он паспортизировал использование Никеле 63 в этих атомных батареях. То есть мой патент стал абсолютно законным. И если нам удастся получить на него финансирование, вообще лучше всего с Ближнего Востока, то мы немедленно сделаем для человечества вот такие источники энергопитания. Это займет совсем немного времени, они будут чрезвычайно дешевыми. Это очень привлекательно. Если бы Россия заняла правильную позицию и дала бы работать и провела соответствующую пропаганду, мы бы к весне уже все это бы имели. и стали строить в массовом порядке. Но как будут развиваться события, я не знаю, потому что я болею, состояние достаточно нехорошим, но мне вот я делаю все возможно, чтобы выжить, потому что альтернатива, к сожалению, очень тяжелая. Если Россия на себя не возьмет главенствующую роль, то это то, что она сейчас с западом флиртует, Китаю в конце концов надоест, он заберет Сибирь, и тогда в европейской части не будет ни энергоносителей, ни промышленности, ничего. Вот тогда эти идиоты все в раз поймут. А не зря что-то говорили о том, чтобы столицу России перенести в Сибирь. Они все уже понимают, но Китай на это не плюет. И если Китай был основным переустроителем мира на перспективу, Брикс развалится вмиг, потому что борьба за энергоресурсы между Индией и Китаем уже сейчас очень серьезно, победит скорее всего Китай, а он церемонится, ни с кем не будет, я вас уверяю, потому что они мне уже давно говорили, что это мы золотой миллиард, мы желтые, желтая раса, золотая. Вот, поэтому я еще раз подчеркиваю, для того, чтобы понимать суть вещей, не надо смотреть на каких-то там клоунов, которые искат и рассуждают, красные мельнеджеры, зеленые мельнеджеры, смотрите в самую суть. Царь земной и царь небесный, и что из этого следует, и кто по какому пути идет, человечество сейчас ему предопределено пойти по пути царя небесного и пользоваться только его законами. А там никакие элиты не нужны, воры не нужны, грабители и тупые начальники, они там абсолютно не нужны, потому что выборки из рационального для дальнейшего развития разума необходимы из всего человеческого потенциала, и поэтому воспитывать надо не Киркоровых, а будущих Эйнштейнов. Это хорошо, это правильно, это правильно, абсолютно согласен именно поэтому наша школа будущего, школа человечности, занимается развитием изобретательского мышления, развитием именно творческих качеств. Не надо этим заниматься, надо заниматься фундаментальными вещами, всегда в первую очередь, а это порисейство, надо сегодня продвигать новую энергетику, которая обнулит вот этих всех порисеев и улдеев. Вот чем надо заниматься. А так все говорят, что они новые школы создают, еще что-то. Послушайте, что говорить не шуте, но каждый день новые школы создают. Игорь Николаевич, Боже упаси, это я не о том говорю. Я, конечно, знаю, что когда Моисей спустился после диалога с Богом, со скрижалями на землю по преданию, то его не дождавшись аудитория собрала все золото, слепили золотого башка и ему молились, вместо того, чтобы молиться высшим ценностям. Я это понимаю. Я понимаю, почему в исламе сейчас идет такое развитие. Потому что если иудаизм имеет ввиду любить ближнего, имеется ввиду иметь именно в своем круге, а христиане говорят, ближний это всякий, как Христос говорил, когда его спросили, а кто ближний, он привел притчу о самарянине, что одного избили там, значит, проходил один, проходил другой, проходил самарянин из чужеродной совершенно веры там или территории, и его обмыл, и накормил, и еще и денег на дорогу дал. Кто, ближний? Конечно, любой. Этим отличается от иудаизма, о котором вы говорите. Я тоже не об евреях говорю. И вот исламе. А в исламе вообще-то нету процента за помощь. Тут весь вопрос, мне кажется, динамика развития религии, почему так происходит. Почему, если был иудаизм, потом христианство, потом ислам, но более современные по времени ислам, потому что там вообще нет процента за оказыванную помощь. Если в обычных банках вот это вот кредит каким-то образом потом надо отдавать с процентами, а в исламе вообще без процентов, там человек становится партнером банка. И поэтому ислам пошел волной развиваться по всему миру, и сейчас и Америка сама страдает, столько там приезжих мигрантов там и так далее. Но вопрос в другом, что дикость тоже распространяется вместе с этими религиями, потому что и среди христиан много людей, которые берут автоматы и идут убивать. Но это уже понятно, хотя Христос сказал, царство Божие внутри вас есть. Ну вот так получается, что, как вы говорили, выплывает пена, она из слабости и каких-то недостатков человека возникает, потому что есть люди, которые свои слабости и недостатки пытаются отрегулировать, они работают над собой и власть над собой, саморегуляция, самоорганизация, а есть люди, которые свои недостатки возводят в ранг достоинств и пытаются управлять другими, вместо того, чтобы управлять собой. Наша школа, человек будущий, она как раз учит людей управлять собой. В этом смысле я говорил о школе, а не вообще школы, какие существуют. не надо об этом говорить даже, потому что подавляющее большинство людей живет просто в соответствии с теми условиями, в которых оно находится, потому что материальная жизнь жива, и люди просто следуют тому, когда обычный человек на низком уровне занимается, торгует на рынке чем-то, чтобы выжить, в этом нет ничего плохого, он должен выжить. Поэтому об этом даже говорить не надо, а надо говорить о фундаментальных вещах, которые приведут к изменению этой ситуации, а когда человек попадет в новую ситуацию, он автоматически перестроится. я всегда говорю, что до 1917 года все ходили и кричали «Боже, царя храни!» А после 1917 года все пошли под красными знаменами, поэтому не надо заниматься глупостями и людям объяснять всякую ерунду. Говорите о тех вещах, которые могут изменить радикальным образом ситуацию и изгнать подонков. Только об этом. И когда это произойдет, подавляющее большинство людей мгновенно это воспримет. А так все хорошие. Вы послушали на Украине какие там патриоты, послушайте наши, какие они все патриоты. На самом деле думают, как побольше урвать. Поэтому о патриотизме включить телевизор его знаете сколько? Вагоны. А вот дело ни от кого. Игорь Николаевич, я это понимаю, я просто хочу понять, какой путь вы видите сегодня в нашей стране, например. А я сказал заставить наших начальников заняться новой энергетической технологией, которая позвонит. Как их заставить этим заняться? Ну как, хотя бы всем писать письма и требовать. Ну давайте нам пришлите письма. Я их столько уже написал. Море могу и вам прислать. Конечно, конечно, пришлите, мы покажем всем это письмо. просто чтобы меня посадили напротив Велихова и я с ним побеседовал. Я ему пальцы открою на пятой минуте. Это уже было сколько раз. Он мне говорил, Игорь, я клянусь тебе, он когда был председателем общественного совета, я устрою твой доклад на общественном совете и тут же переключил наш Трамбаха, который начал все заматывать и здесь ничего не произошло. Вот что надо требовать. Игорь Николаевич. На всех точках, которые могут изменить радикальную ситуацию. Надо заставить нашу верхушку не показывать дурацкий термояд и реакторы на быстрых нейтронах, а посадить академиков напротив меня. Я в академию не пошел, меня пять раз приглашали. Если б я был академиком и с такими речами поступал, меня было давно пришили. И я это понимал. А сейчас меня посадили напротив них, никто даже рта не откроет. Игорь Николаевич. Я их там всех знаю, они гроша все ломаного не стоят. Абсолютно ничего не сделали в жизни. Игорь Николаевич, значит, мы ждем тогда от вас этого письма, которое мы все, так сказать, почитаем у нас на канале сейчас уже 196 тысяч подписчиков. ради бога. И почитают и подпишут, кто желает, и отправят, чтобы, конечно, поддержка должна быть у вас, а как же? Не у меня, мне чего, мне наплевать, мне 86. Я понимаю, но вы же носитель этой идеи. Нет, ну, правильно, я обязан делать все, что могу, но если меня прикончить, то у меня особой грусты не вызвались. Игорь Николаевич. Но люди кое-чего потеряют, уверяю вас. Понимаете, в чем дело? Вы человек компетентный в своей области, очень глубоко знающий свой предмет. Да нет, главное, главное, не надо этого даже говорить, чтобы быть компетентным в ходе развития человеческого разума надо читать просто фундаментальные документы. Не просто держать их и говорить вот и какие-то слова произносить молиться, а надо их внимательно прочесть, что там написано. Там написано не можете служить Богу и мамонии. Повесьте это на каждом углу. Что тут не понимать? Игорь Николаевич, то, что очевидно и самоочевидно человеку, это вовсе не значит, что это очевидно всем. Что значит? Они все ходят в церковь. И основу тезиска они не хотят понимать. Я вас уверяю, я вас уверяю, я дружу, у меня друзья очень близкие есть, и архимандрит, и все, и очень много людей, которые... Они не ходят в церковь, да? Я вообще никуда не хожу, я... Нет, я говорю, архимандрит. Да нет, дело не в этом. Кто как понимает одни и те же вещи, по-разному. У меня, например, друг генерал СВР, он мне говорит, там написано по образу и подобию. Да не надо, не надо говорить в сторону. Я говорю о том, именно истины. Он разделяет, он говорит, вот видишь, по образу это одно, а подобию это другое. Опять дебедень. Я говорю, я произнес совершенно конкретную фразу, не можете служить Богу и мамоне. И не надо разговор, не надо разговор уносить в сторону, а комментируйте конкретную фразу. Я как врач и как психолог говорю. Да мне наплевать. Слова, слова. Каждый читает, в меру своего развития. Опять. Ну, дайте другое толкование этого вера. Не надо людям мозги парить. Дайте скажите это по-другому. Например, нельзя служить Богу и мамоне, все согласятся. Ну, не делать никаких последовательных в голове рассуждений. Какие? Сурованные связи логические. Люди не такие совершенные, чтобы быть глубоко проникнутые во все областях. Вы говорите, Бог это одно. Вот Богом человек понимает, например, Эйнштейн, когда разговаривал с собеседником, с одним соглашался, что Бог есть, а с другим не соглашался, что Бог есть. Почему? Потому что он имел в виду, что Бог не личность, а некое сущее, бесконечное, безвременное и так далее. А некоторые люди воспринимают Бога, как сидящего на облаке, большого человека, который... Ну, опять ни о чем. Кто психология людей, но у людей уже... Да я говорил конкретные вещи, а вы опять старались вести в сторону. Ну, за что христа распяли, Игорь Николаевич? Он же тоже говорил хорошие вещи, а его взяли и распяли. Ну, правильно, потому что его распяли иудеи, для которых царь земной был главным. Ну, правильно, но мы же не можем взять и изменить человечество, но человек родится, и вот... Я вам уже сто раз сказал, что подавляющее большинство людей живет в соответствии всеми условиями, в которых они находятся, хотя просто для того, чтобы выжить. Поэтому, они до 17-го года ходили «Боже царя храни», а ситуация переменилась, все пошли под красными заменами. Поэтому все, у кого есть голова на плечах, должны не парить остальным людям мозги, а говорить о самых конкретных делах, которые могут привести к изменению ситуации. все остальное называется форисейством. Сейчас я очень заинтересован поддержать вас. Я очень хочу помочь вам. Я чувствую и там, я чувствую. Ну, я же чувствую, я понимаю. Вот я поэтому и сказал. Ну, я же хочу другим тоже объяснить, о чем вы говорите. если мы будем говорить халва, 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 как говорится, в восточной мудрости во рту слаще не станет. Если мы будем говорить глобально истинные, это не значит, что все люди поймут. Да, опять ерунда. У людей свет начинают отключать. Из Европы мне постоянно звонят и пишут. Цены на все растут, а вы халва. энергетический вопрос самый острый. Вот о нем и говорите. По вашему мнению, через сколько наступит катастрофа с этой энергетикой, если люди не прислушаются к вашим мыслям? Через сколько времени? В этом году я думаю. В Европе будет каю. А, ну тогда надо подождать год, чтобы понять, насколько вы правы, да? Ну, если через год жизнь продолжаться, потому что, как говорил кто-то из великих жизни, такая хорошая, чтобы ей доверяться, ну и не такая. Да нет, зачем ждать? Вот вы как-то людей призываете к тому, чтобы они погрузились в абсолютное дерьмо. Они анализировали энергетическую ситуацию в мире. В той же Европе, в том же Китае. В Китае только 500 миллионов нормальных живет людей. У него резко стала падать промышленность. Он этого долго терпеть не будет. Для того, чтобы люди пошли за этим флагом, за знаменем, они должны понять, о чем идет речь. Они же не физики-ядерщики, чтобы понять, насколько вы правы. А ничего, если даже наверху поняли уже, что столицу надо в Сибирь переносить, вот это объясняйте людям, потому что есть угроза того, что Китай отродит Сибирь. Мне из Сибири постоянно звонят, что они за то, чтобы создать там Сибирскую Республику и как минимум Забайкальскую Республику, как минимум. Постоянно звонят. Потому что им китайцы объяснили, что нам нужно 20 долларов современных цен. Тогда мы сможем не поставлять товары чем кому угодно, а снабжать свое население. Вам этих 20 долларов хватит, а вот эти болваны зачем вам нужны? Пускай сдохнут. Ленин говорил, идея владевает основной силой, когда владевает массами. Надо, чтобы ваша идея владела массами, потому что массы в данном случае не ядер. Как Ленин объяснял людям дело, а не парил мозги. Я же хочу, чтобы вы объяснили по сути. Я объяснил. А тут я смотрю в интернете какой-то дяденька начинает там критиковать ваши предложения. Какой-то дяденька никогда мешает напротив меня. Да я не сомневаюсь, Игорь Николаевич, я же вас люблю и уважаю. Дело не в этом. Я просто пример привожу. А так мне таких примеров... Ваши автомобили будут взрываться. Да он дурак просто, о чем говорит. Я так понимаю, что я не купилник. Да нет, опять начинается дребедель. Он ничего не говорит по поводу тормояда, который 70 лет деньги жрет с нулевым результатом. А сюда дали один раз только после того, как Путин нашу технологию озвучил на саммите тысячелетия его. Нам дали 500 тысяч рублей завтрак Абрамовича. Он об этом не скажет вам. Взорвется. Он что, не читает последние документы? Я сказал уже, что я взял патент после того, когда Росатом паспортизировал использование этого материала для энергетики только тогда. Вот я ему скажу это в лоб. Он никогда не сядет против меня. А вот вот чесать языком не о чем. Игорь Николаевич, я просто очень хочу, чтобы наши слушатели и наблюдающие не А для этого им не надо парить мозги, а говорить надо конкретно и коротко. Конкретно это, чтобы вы показали письмо, которое люди ознакомятся с этим письмом, подпишут и подадут наверх, чтобы много людей... Я не знаю, почему оно к вам не попало, но я его разослал везде с просьбой, чтобы люди направляли его к Путину на это заседание, но там оно не было озвучено, а я думаю, запрос поступило очень много, но при этом обсуждался вопрос, что мы пенсию и пособие на детей на 5 рублей повысили, очень здорово, а вот базовые вопросы энергетики там не были затронуты. Я думаю, они никто не разбираются в ядерной физике. да какая ядерная физика? Вопрос об энергетике. Я понимаю, но человек же опять, ну зачем дребедень то молотить? Я говорю, соберите совещание, посадите противников, я им на пятой минуте рот заткнул. Да-да-да-да, вот это надо сделать, конечно, конечно. А я слышал, вам обещали уже собрать такое совещание, нет? Мне звонил министр энергетики, образование, его первый зам, вернее, со мной министр ходит встретиться. Я готов к нему поехать, в пятницу я позвонил, говорит, хоть день их будет встретиться. Но потом естественно пропали опять. Я понял. Они знают, что они разговаривать со мной не смогут. Да. Потому что для меня начальники все поголовно всегда были дерьмом. Игорь Николаевич, Христа распяли, я боюсь, что нас с вами тоже будут распинать. Ну, мне это на это наплевать. Христос молодой был, а мне 86. Ну, мне тоже, я у меня 72. Я не боюсь уже этого. Игорь Николаевич, я вас очень уважаю, я ценю ваш интеллект, так сказать, такого мирового масштаба. Поэтому, конечно, я хочу и в лице нашей школы вас поддержать, помочь, потому что я понимаю, что мы все в этом одном мире, все в одной лодке, если вырубят свет, и у нас в головах тоже он пропадет. Это я понимаю. Ну, мы ждем письма, чтобы все прочитали и подписали, кто хочет подписать, кто разумен, разумно прочитает, а у кого-то возникнут вопросы, пусть пишет вот сейчас вот прямо под нашим видео в комментах свои вопросы Игорю Николаевичу, уважаемому. Пишите все вопросы, и мы там посмотрим, насколько понятно, о чем речь идет. наступают. Насколько я понимаю, мы не специалисты ядерщики физики, нам надо просто помочь Игорю Николаевичу, чтобы собрали совещание на нужном уровне. и там выслушали мы провели нормальный эксперимент, который все блокировали, то любой нормальный человек это поймет, что по крайней мере, это надо обсудить на компетентном уровне, а не просто как этот болван вылез, и там говорил, что у меня что-то взорвется. Дурак просто. Игорь Николаевич, теперь мне окончательно понятно, что мы должны и как действовать. Из компетентных профессиональных людей, которых вы давно знаете, которые вас давно знают, чтобы они наконец включились в правильную сторону. Наверху нет ни одного компетентного и соображающего человека. Поэтому разговор с ними у меня будет крайне простой. А как тогда будет обещание будниками? Я еще раз говорю, есть утверждение Курсчатского института, который сказал, что если в ближайшее время не будет создан мощный источник нейтронов, то сейчас живет последнее поколение людей. Игорь Николаевич, я все-таки запутался. Вот, например, если мы соберем, допустим, актив, и этот актив подаст эти письма и соберут совещания, а там нет компетентных людей, так кто же будет решать это? Потому что я буду с ними разговаривать на очень простом языке. Какая у вас есть альтернатива моей программе? я не заткнулся на этом. Альтернатива нет. Вот главный аргумент. Ну, вот, очень хорошо. Вы уже меня изведите, сердече, почему я допытывал вас? потому чтобы до тех людей, которые тоже хотят понять, о чем речь, дошло. Более того, у нас сейчас есть выдержка из отзыва Курчатского института, который дал запрос Росатома. Курчатский институт полностью поддержал нашу программу. Отлично, это очень важно. Поэтому все оппоненты шарапаются от меня. Понятно. Спасибо вам большое, сердечный Игорь Николаевич. Вы наша опора. Вы наша опора, потому что на самом деле, если каждый человек задумается, к сожалению, постоянно опора, постоянно харкающая, потому что легкие посадили. Вы придете ко мне, я вам сделаю процедуру иглотерапии. Придете ко мне, и мы сделаем несколько процедур. Я вас обнимаю, спасибо, и я надеюсь, в новом году, в новом году сейчас, какие-то ваши пожелания, и мои ваши, вместе с вами связанные, они начнут осуществляться, наконец-то. Начнут осуществляться, потому что по вашему представлению, если люди не одумаются, то скоро они останутся холодными. Я теперь говорю не от своего имени, а от имени Курчатского института, последнее поколение людей. Очень важно. Спасибо вам большое, дорогой Игорь Николаевич, обнимаю. Еще раз с новым счастьем, здоровья вам.